Только начали играть в Айон? Посетите канал Лампа в Айон. Лампова, а самой ламповой игре. Всем доброго времени суток, с вами Чешир. Пока на боевых серверах наконец-то мы отдыхаем от всяких ивентов и можем так слегка расслабиться, как раз появилось время рассмотреть поближе еще какие-нибудь изменения из грядущего обновления 7.0. В этом ролике я объединил сразу две новости. Первое это изменения данжей, посмотрим что с ними стало, какие убрали, а какие добавили. И второе это рассмотрим поближе ПВЕ экипировку, к чему надо стремиться в грядущем обновлении. И как всегда спасибо Тарде за ее труды, которые она проделала. Собственно все статьи можно почитать в базе знаний, ну или по ссылке в описании. Мелкоуровневые данжи нас не интересуют, так что начнем с данжей, которые становятся доступными при попадании в лакрум. И первое, что бросилось мне в глаза и так знатно подпалило мой пукан, это отсутствие вкуса у наших азиатских друзей. Вот можно так сказать чуть больше, чем полностью. Конечно это все субъективное мнение и всегда найдутся другие, которые скажут, что вау стало круче, но все-таки давайте смотреть. Первое. Корейцы полностью вырезали такие прикольные данжи, как снежные обители и сад знаний. Да-да, по факту они были полностью бесполезны, максимум их предназначением было это совсем капельку приодеть столько что ворвавшихся малышей, ну и там не знаю для массовки в каких-нибудь ивентах. Но че у меня так пригорело, они были сделаны или нарисованы красиво, в них была давайте так назовем логика. Заходили в данж, проходили от начала до конца, убивали главного босса и получали какую-то награду. Вполне стандартное и полное исполнение данжа. В 7-0 их выпиливают полностью. Второе. Взамен обозначенным данжам сверху нам переделывают Наракари в соло данж. Теперь путь бравых даэвов в познании мира подземелья в айоне начинается с этого ммм милого в кавычках данжа. Итак, теперь это соло данж, вход в него перенесен на заставу лазурного леса уняха и заставу волшебной грибной рощи у асмов. Вход доступен с 76 лвла, 4 входа с премом, 2 без, тут все стандартно. Но как бы лично я не любил этот данж в целом, давайте взглянем объективно. Ладно, чуть с сарказмом. При его обрезании нам вместо цельной истории, где дайва сначала освобождали пленников, потом шли по дороге полной трудностей, помогали еле живому нубу помощнику встать на ноги, сражались со злыми бабками, ну и в конечном итоге побеждали Офила, нам суют полностью бездушный данж, в котором надо освободить пленников и убить одного босса, который кстати раньше был промежуточным. И на этом все, данж заканчивается. Вырезали 3 истории, сунули одну обрезанную. Ну печалька. Третье. Дальше в пищевой цепочке данжей у нас идет сразу башня святости. Теперь она рассчитана на трех человек. Вход в нее перенесли также на заставы. Внутри данжа по факту практически ничего не изменилось. Все плюс-минус также, за исключением того, что так как он рассчитан на троих, данж стал легче. Четвертое. А вот дальше начинается что-то якобы новое. Хотя по факту хорошо забытое старое. Так вот, следующим данжом идет у нас Мастерская Прометиона. Но теперь их две штуки. Мастерская Прометиона и Мастерская Прометиона высокий уровень сложности. Зачем нам рисовать новые данжи, когда мы можем просто чуть-чуть изменить старые. БГГ и ленивый корейц где-то потирает ручки. Но на самом деле это даже плюс. Малыши теперь смогут постепенно изучать данжи и по идее должно уменьшиться количество, а сводите меня в Прометионы Монорн. Также плюсом является то, что это разные данжи. Соответственно и входы в них также разные. То есть 4 входа в обычную и 4 в сложную. Ах да, входы. В легкую можно попасть как и из центра карты, так и из 126 и 123 базы. А вот в сложную только из центра. Пятое. И переходим к тени Монорна. Эх, Монорн, Монорн, когда-то топовый данж. Теперь он рассчитан на группу из шестерых человек. Вход как был на аванпосте, так же и остался. Количество 4 с премом, 2 без. Тут особых изменений, кроме того, что его облегчили, нету. И да, теперь мы не увидим в нем бритру в виде дракоши. Там он остался только в человеческом обличии. Шестое. Синекта. Которая вообще не претерпела никаких изменений. Рассчитан на 18 человек. Вход в крепости или на аванпосте, если не захватили. Входа в 4 с премом, 2 без. Тут, как говорится, стабильность признак мастерства. Правда, говорят, облегчили чутка в тактике прохождения. Седьмое. Ну и новым данжом нового апдейта является лаборатория Стеллы. Рассчитана на 6 человек, а вход в нее находится посередине новой локации Деума. Как и обычные 4 входа. Лаборатория Стеллы легкий и лаборатория Стеллы обычной. То есть так же, как и с Прометионом. Это два разных данжа. То есть в целом с премом сможете посетить 8 раз этот новый данж в разной сложности его трации. И восьмое на закуску у нас шахта Хелерим, в которой так же не претерпелось никаких изменений. Либо соло, либо группа 4 входа в неделю из гарнизонов. Так что все, как было там так и осталось. Ну, кроме дропа. К которому мы сейчас и перейдем. Но прежде пару слов о новой, хорошо забытой, старой механике разделения данжей легкий, средний и тяжелый. Пока что разделение идет только в двух данжах. Прометион и лаборатория. Но из статьи, подготовленной Таргис, выделяем следующую надпись. В будущем разработчики планируют и дальше придерживаться системы нескольких вариантов сложности временных зон. То есть, понятно, в будущем разработчики будут идти этим путем. Хорошо это или плохо уже каждый решает для себя сам. Я же могу выделить только то, что теперь это не просто усиление параметров мобов боссов в зависимости от сложности данжа, но также и совершенно разные концовки самих данжей. Хотя не везде. У себя в Корее разработчики уже успешно внедряют это все. И тот же Прометион там очень сильно отличается от нашего. У нас же пока что-то примерно следующее. Мастерская Прометуна. Просто фрегита в человеческом обличии, которую надо грохнуть. То есть, в дракошу, как раньше, не превращается. Мастерская Прометуна сложный. Урезанный данж. То есть, вот там реально надо пройти просто первую комнату, попасть в локацию, где раньше был дракон. Он, правда, и сейчас там. Только теперь это летающая курица на 50% хп призовет еще одного под грозным именем Барукан. И вам придется убивать обоих драконов. А вот легкая и средняя лаборатория Стеллы как раз ничем практически не отличаются. Одинаковые мобы, одинаковые рбшки. Только на среднем, естественно, сложнее. Ну и плюс-минус, чуть разный способ убийства этих самых рбшек. Но полное прохождение мы уже узнаем там на стримах или в роликах, когда руки дойдут до них. А сейчас к самому сладкому. Точнее, к тому, ради чего, собственно, и ходится по пве. К дропу. Начнем также по возрастающей, только последних, естественно, рбшек, как главную награду. Тут реально все пипец сложно и непонятно. Первое. Наракария. Дроп состоит из древних пве камней и голдовой экипировки темного тумана. Исключительно только броня. Собственно, проходной и начальный эквип для малышей, чтобы не бегать с голым задом. Второе. Башни святости. Также голдовые пве камни. Сундук с древним снаряжением темного тумана. Оттуда можно получить голдовое оружие, украшение и крылья. А также со стопроцентным шансом падает какая-то реликтовая часть плечи, перчатки, пояса темного тумана. Третье. Обычный приметун. Реликтовые торсы, перчатки, плечи, штаны, ботинки, шапки, крылья, перья, браслеты. Внимание! Лазурного пламени, типа новые. Эпические перчатки и плечи также лазурного пламени. Это все новый эквип. Ну и там по мелочи, как всегда, реликтовые пве камни и договора миньонов вплоть до ранга А. Четвертое. Прометун сложный. Реликтовые пве камни, реликтовые магические камни и сундук с серьгой ослепительного света, которая потом делается в серьгу сверкающей звезды. Эм, что? Ладно, давайте дальше глянем. Пятое. Тень мануарна. Реликтовые пве камни, голдовая оружка щиты украшения, реликтовые оружка щиты украшения лазурного пламени, эпические штаны-боты лазурного пламени. Эм, а где торсы? Так, ладно, че дальше? Шестое. Лаборатория легкий. Голдовые и реликтовые пве камни, реликтовые торс, руки, плечи, трусы, сапоги, шапка, крылья, перья, браслеты безжалостного захватчика, эпические торс, шапка безжалостного захватчика. Ну и на сдачу там договора с миньонами. Седьмое. Лаборатория средний. Реликт и эпик пве точки, эпические торс, руки, плечи, трусы, ботинки, шапки, крылья, перья и браслеты безжалостного захватчика. Восьмое. Шахты хилерим. Тут просто поправили в соответствии с реалиями. Засунули, во-первых, вместо ридиума этиум, а в сундуках с камнями наконец-то сделали древние магические камни 80 уровня. И подводя итог, можно смело сказать, у кореяк поехала кукушка. Но давайте так реально оценим ситуацию. Чтобы было проще, оценим только по эпическому шмоту. Ибо если еще и все остальное рассматривать, у нас тоже куда-нибудь крыша уедет. Собственно, по эпической экипировке мы имеем следующее. Первое. У кого-то еще останется старый пве сет из 6 плюс под названием ледяного пламени. Второе. Сет синекты с экипировкой зимы. Третье. Новые части лазурного пламени. Четвертое. Новые части ослепительной звезды. Пятое. Новые части безжалостного захватчика. И к этому прибавляем еще мировых РБшек, которые будут реально убиваться там чуть ли не союзом, с эпическим оружием покровителя Дуэмы. Дуэмы. Что-то из них, кстати, телескоп. Миллиард разных сетов. Какие-то проходные, какие-то нет. От одного вообще одна несчастная сережка. Оружие только с мировых РБшек. В общем, реально какое-то незаконченное произведение. Ну, если так можно сказать. Я еще, когда писал этот текст, хотел что-то сравнить. Пытался выцеплять по частям. Что-то оттуда, что-то отсюда. Но это попросту бесполезно. И только бы еще больше внесло непоняток. Но некоторые вещи все-таки удалось плюс-минус сравнить. Во-первых, у всей новой эпической экипировки, которую бы вы не выбили, основные и выкручиваемые статы выше, чем у того же Ледяного Пламени из нынешнего апдейта или той же зимы из Синекты. За исключением до ПВЕ атаки и защиты. В новой экипировке у тех же ботинок это цифра например везде 56. Карл, мне это вообще непонятно. Как так? Зачем вводить какой-то параметр, потом его занижать? Зачем? Для чего? Почему? Кстати, у оружия такой херни нету. Ну и также по факту самым охренительным сетом в результате когда-нибудь должен получиться эпический сет ослепительной звезды. Из которого пока что в том обновлении, которое будет установлено нам, будет падать исключительно только серьга. Плюс этого сета отмечу еще раз. Когда-нибудь должно стать то, что он по старинке будет давать сетовый бонус. Но когда это будет, только корейцам известно. Кстати, еще несколько слов об оружии. Ну, все-таки это плюс-минус основное. То же оружие покорителя Деумы, которое выбивается с РБшек в новой локации, немного превосходит Ледяное Пламя и Синекту. Плюс к этому оно является для милишников телескопами. Ну, а звезда и захватчик, естественно, еще сильнее. Но когда они будут, тоже хрен его знает. И если подводить итог, то старичкам, у которых давно собраны фулл сеты Ледяного Пламени апдейта 6+, фиг его знает, что делать. Так как реально непонятно, какие лучше, какие останутся надолго в игре, а какие проходные. Но вот вам просто информация к размышлению. В старом сете Ледяного Пламени пачка, тестирующая лабораторию среднего уровня, получила таких некислых люлей. После чего переодевшись в новый крафт и дроп, в котором статы всего чуть лучше, а пве и деф-атака вообще меньше, стало уже как-то покомфортнее. А у корейцев есть паки, проходящие хард лабу вообще в новых реликтах с чуть там частями эпиков. Так что я думаю, тут все надо смотреть по ситуации. Если вам позволяют ваши ресурсы втащить какую-то новую часть, то смело в нее прыгайте. Если нет, то наверное стоит сэкономить в ожидании сверкающей звезды. Ну, единственная оружка, наверное, можно менять. Ну, а новичкам, собственно, что упало, то и напяливайте. Потому что в новом обновлении вы не скоро соберете себе какой-то фулловый сет одного названия. Информации много, вполне мог что-то где-то пропустить. Если что, как всегда, пишите в комментариях, найдем, изучим, почитаем, сравним, чтобы всем была польза. А на сегодня все. Огромное спасибо Фанне Айон за поддержку. Спасибо вам за вашу поддержку. Ставьте палец вверх, подписывайте, стыкайте в колокольчик, приходите на стримы. И всем приятного крабства.